всех приветствую на своем канале здравствуйте друзья здравствуйте недруги как метод один какой-то кокол оставил опять запись кстати по моему модерации youtube удаляет такие записи она и наш значит российских блогеров блокирует и я так понял некоторых кокляцких которые раздувают что-то там но сейчас будет такая полезная флудиль не можно так назвать можно назвать тематическим названием неважно совершенно но как-то один раз я услышал и после этого раза на форуме прочитал на ком-то и после этого раза эту информацию неоднократно продолжая продолжаю слышать понятия не имея откуда она взялась такое ощущение что кто-то там какой-то математик там сидел физика математик сидела вычислял чего-то там каким-то образом но это как знаете вот вычисляют математическим путем да там три миллиарда световых лет до какой-то планеты то все ее не видно ни в один телескоп естественно его как-то вычисляют то ли свет какой-то дошел оттуда ну естественно это гипотеза понятно что там вообще может ничего не быть дыра какая-нибудь трижды черная это я к чему это к тому что квадрат малевича считают за шедевр только дилетанты ничего не разбирающиеся в искусстве настоящие же творцы искусства в данном случае живописи никаким шедевром это не считает это просто черный квадрат на белой бумаге какой какое отношение к художеству кроме того что малевич взял его и намалевал на белом холсте люди не не понимающие ничего в искусстве они разинали рот и у них там ну у кого фантазии побольше от рождения такое вот свойство бывает у кого-то поменьше и вот они фантазируют что-то там сам малевич он вообще там что-то свое вложил ну видимо там обкуренный был может быть у него же там не все здоровье не совсем хорошо с психики-то было вот ну так ладно это я к чему говорю к тому что когда в рыболовном мире на рыболовных ресурсах выступает какой-то красноречивый человек который вам рассказывает что вот это вот шпуля от рыболовной катушки на самом деле они банка от жвачки и расскажет это настолько красноречиво с техническими там какими-то доводами то дилетанты верят охотно этому почему ну во первых им симпатически допустим нравится голос нравится его рожица бывает так вот человек вот располагает они совершенно не знают но они к нему расположились симпатически нравится прическа ну там например а-ля арнольд фильме команда что-нибудь в этом роде и все такое и вот то мнение о котором я хотел сейчас рассказать оно звучит приблизительно так если я что-то упущу вы напомните мне потому что может я что-то не так понял а может вы мне еще и объясните почему я не так понял а может я вообще не в теме этого так тоже ведь бывает я же не могу всего знать а я вот расскажу вам собственный пример о котором уже рассказывал не зря я положил вот эти две катушки даже могу положить вот этот вот воблер сюда значит бытует мнение что идеальный вес забрасываемой приманки равен весу пустой шпули если значит приманка весит меньше веса пустой шпули то эффективность броска отсутствует до какой там степени я уже не помню ну чтобы так утверждать надо быть не просто физиком математиком надо вообще быть еще и практиком и еще и вот к простым определениям физика и математика добавить еще там кинематика и еще какие-то там способы изучения вот данных наук так скажем прикладывания прикладные есть такие значит определения к этим наукам как работает вообще центробежная система какого-то объекта в данном случае это шпули использование тормозных систем в ней тех или иных инерция верхней заданная скорость стартовая значит аэродинамика приманки и ля-ля-ля тополя и все такое 5-10 и оказывается, что не все так просто как можно формулой математической расписать а в данном случае я этого не делал ну вот вес вот этой шпули если я не помню на Каскинг Бассинатор по-моему 12 грамм, да, там в моем видео студии посмотреть это очень хороший вес для шпули с 34 внешним диаметром и шириной порядка 21 мм, не помню уже а вес вот этой вот шпули ну в данном случае здесь флюорокарбон стоит а вес вот этой вот шпули понятия не имею но диаметр ее 39 а с намотанным даже не до конца шнурком вот эта вот шпуля вес 51 грамм да, понятно, что там ось здоровенная, тяжеленная сколько-то дает но в любом случае вот этот вот кусок китайского алюминия золотого цвета вот который называется шпулей он значит с вот этим вот толстенным шнурком который быстро истончается во время полета в данном случае здесь намотан 25 ЛБ Каскинг Супер Пауэр 25 ЛБ это что-то больше там 0.35 ну кому важно я вот в последнее время как-то действительно стал по-американски относиться то есть разрывной нагрузкой то это чисто понимаете я никогда не не замеряю вот эти вот не ухожу в дебри там толщины или так я понимаю что этот шнурок выдержат такие-то веса при загрузке этот шнурок поможет мне выдернуть из тех-то дебрей в которых я ловлю вот обычно так я отношусь так что-то его четырежильность меня вообще никак не беспокоит в отличие там от 11, 12, 13, 15 тяжел то есть попроще немножко ну действительно по-пиндосовски то есть я совершенно не поклоняюсь пиндосам но некоторые их вещи считаю вот эти вот топорные, простые достаточно более оптимальным чем в лес как мы привыкли в такие дебри в которых там ни один рыболов мира совершенно не разбирается ну мы разбираемся везде и вот этот облер вес 15 грамм у обеих катушек центробежная тормозная система абсолютно разная ну точнее как разная она работает по одинаковому принципу причем старинная как одним блогерам было сказано там непрогрессивная старинная тормозная система ну вот эти катушки они сами все старинные вот эта система в отличие от мясорубок если там еще и тормозная система старинная то это вообще а вот суть видео вообще-то короткая ну вы наверно помнили или кто-то слышал вот этот вот воблер сначала работал вот на этой катушке с вверх карбоном там или с плетней там неважно я бросал и с тем и с тем ставил на более-менее длинные палки там длиной 7.0 и тестов до 21 грамм класс медиум стандарт а вот здесь вот стояла а вот эта катушка естественно на этой палке не стояла она стояла на вот этом обгрызке который от мейджор крафта который вот этот вот уже резанный перерезанный перепиленный там весь баспара тоже до 21 грамм коротышка которая собственно говоря ну не может толком-то ничего послать кроме кроме как саму себя в дебре водоема и вот этот одинаково летел что на этой катушке с более длинной палкой что на этой катушке с более короткой палкой это я к чему говорю как раз таки ну естественно он летел не под ноги можете поверить мне кто смотрит мой канал и кто просто мне доверяет кто ездил ко мне на тренировки бросать то я умею он достаточно хорошо улетал вот этот вот воблер порядка там 30 метров свои он делал там нормальным средним броском причем кто обладает вот таким усредненным усредненно профессиональным броском тот сделал бы то же самое с этим воблер на этих двух бокатушках понимаете вот 51 грамм весь пускай вот здесь вот с флюорокарбоном я не помню по-моему она 30 грамм что ли весит причем я уверен что если я поставлю хорошо летающий десятиграммовый воблер был у меня такой мегабасик вибрэйшн какой-то какой-то вот маленький такой у них хорошенький оборвал я его окушки хорошо его брали так он маленький вот этот десяточка он летел приблизительно как 10-граммовая блесна я уверен что он полетел бы на уровне вот этого 15-граммового воблера а то и лучше его аэродинамическая форма ну компактная так скажем там вот эти вот вибрэйшн они сами по себе или липлесс крэнкбейты как их пиндосы называют они не выглядят уж так аэродинамично ну вот по факту тот вот мегабасик он даже как бы позиционируется что он очень хорошо летает вот он летал вот и он полетит туда же например на шпуль 51 грамм и где формула по которой вот этот воблер на этой катушке с этой шпулей должен был упасть куда-то под ноги поэтому когда некоторые говорят из обзорщиков либо в комментариях что а бросит ли моя катушка там 3-5 грамм ему значит опытные блогеры отвечают конечно бросить ну так надо только еще добавлять куда бросить потому что бросит абсолютно любая катушка абсолютно все таракана привяжите она его тоже бросит собственно говоря даже морская катушка ну грубо конечно говорю но тем не менее вот такой вот небольшой вот вам презент по поводу того моего лично непонимания как это кто там высчитывал вес шпули как к приманкам по-моему это просто засирание мозгов какое-то кто-то ляпнул другие подхватили на росфишинге и разнеслось на всякий случай росфишингом я называю все вот эти вот форумы и группы где собирается куча опытных и неопытных людей и вместе получается яичница спасибо за внимание и что не но не не это не Продолжение следует...